привет дорогие друзья информация наиболее важная вещь в нашей жизни даже ложь является информацией и сейчас я хочу вам в двух словах описать что же такое ложь ложь позволяет вам точно знать что вы не владеете предметом и четко осознавать что доселе вы как бы владели этим предметом понарошку вы думали что владели но так как это ложь ну например академическая физика официальная история то что творится в политике в церкви в медицине очень много отраслей в которых мы с вами и существуем всю жизнь и думаем что в принципе знаем о них все но только потому что ни разу не углублялись они не пытались узнать о них хоть что-то то есть как только мы родились вокруг нас уже были люди такие же как мы которые в принципе нам все рассказали описали а мы сами как бы поверили и не вдавались подробности ну что же дорогие друзья сейчас в первую очередь нужно убедиться в том что это все ложь да и не бояться что за всей этой ложью будет какая-то пустота у нас пустоты не существует поэтому как только вскрывается ложь сразу открывается дверь и чувствовал всегда что моя миссия другая вот оторвавшись от края увидел что я летаю и решил что летать может каждый увидел то что не видел никто ни разу почти собрал я этот пазл словами трудно описать то что нужно проверить глазом тысячи слов это всего лишь масса порой одна картинка может запустить твой разум а ты со мной споришь хочешь выделиться слов запасом но мне это не надо выделяться из твоего стада мне интересно чтобы ты из него вышел нафиг собрав с собой как можно больше душ застывших что заплутали в лабиринтах в поясах выхода где так или иначе дом работа в магазине сдача смотря на тех кто споровал на дом и тачку я предлагаю другой мир где нету проигравших но без работы по щелчку это не станет правдой глава шестая в югославии говорят на русском нам со школы пытаются привить материальность границ заставляет забыть о руси о ее планетарных масштабах раздробленным стадом поделенным на сорта государств как оказалось править проще благодаря школе сегодня большая часть руси думает что на нашей планете почти нет войны и мы живем в мирное время когда бомбили нашу русь нам телевизор рассказывал что югославия это чужая страна чтобы мы не догадывались что это именно нас уничтожают сопоставьте наш русский язык с русским языком югославии и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok В буквальном смысле сказка с плохим концом, но кажется только на первый взгляд. На самом деле этот конец кончился и на сегодняшний день мы имеем процессы, которые олицетворяют новое начало. Добавил DimaTorzok